Что касается систем ПВО, то тут тоже правда на нашей стороне, потому что из авиации у России наилучшая здесь Су-35, Су-57 они даже не стали, пока еще нет подтверждения, я не встречал ни разу подтверждения, что Су-57 применялся в этой войне. Я, кстати, даже могу предположительно сказать, почему, потому что Су-57 это фактически Су-35 в новом фюзеляже. Они сделали именно так, потому как не было никаких новейших разработок в плане систем управления огнем, бортовой авионики и других комплексов. Поэтому и Россия не хочет реально боиться, что если он сюда прилетит, мы его завалим, но это будет позорно всю Ивановскую, в плане того, что суперсовременный самолет, который не дотягивает до 4-го поколения, они его называют чуть ли не самолетом 6-го, 5-го, 6-го поколения. Им позорно будет, что его собьют. Тем более их там всего, по-моему, с десяток штук, не полный даже десяток, есть на сегодняшний день. Они помалкивают даже, что они один самолет разбили при перегонке с Комсомольска на Амуре на Европейскую часть Российской Федерации. Два выпустили с горем пополам, при перегоне один разбили. Поэтому Су-35, я беру, это самая более-менее модернизированная машина, это не новая машина, это модернизированная машина советских разработок. Су-35, ну, наверное, можно взять Су-34, но он фронтовой бомбардировщик. А вот Су-35, истребитель-бомбардировщик, вот его можно взять как самый мощный на сегодняшний день в нашей войне. Но по системам ПВО, я думаю, тут даже никакого сравнения нет.